Итак, всем привет, с вами ДубГ, продолжаем играть за Нидерланды в Виктория 3. В прошлой серии мы тут неплохо колонии поднабрали, экономику уже разогнали, да, начинаем так неплохо строиться, плюс 300 тысяч у нас. Да, у нас здесь строительные расходы занимают большую часть наших расходов, но как бы умеренно-умеренно. Будут закончатся деньги, мы просто снесем часть наших строительных секторов. В этой серии, я думаю, мы продолжим просто захватывать все колонии, потому что, ну, нам ВВП нужно откуда-то брать. И, как вы можете заметить, на самом деле это очень неплохая часть нашего ВВП, да, здесь 5 миллионов, тут вон 4 миллиона, то есть мы очень-очень эти все территории хорошо используем. Так что надо просто продолжать колонизировать, и таким образом, я думаю, мы вообще сможем выйти в великие державы вполне себе. Поехали. Вот эта война просто отказывается заканчиваться. Посмотрите на это. Ноль все еще у них воинственности, минус воинственности, не капает, да. Хотя уже осталась вот буквально капелька территории, последняя. О, слава богу, начала капать. Я подозреваю, что они скоро, значит, капитулируют. Ну и слава богу, опять же. Какая-то говоря, наши колонии здесь начали нормально прорастать. Здесь мы их отменим, чтобы тени замедлять. Да, ну вот, после 30 дней, в принципе, нормально. Здесь уже мы не доколонизируем, да, нас уже здесь перекрыли. Здесь, кстати говоря, еще нет, мы еще здесь можем. Но вот здесь уже все. Да, у нас Франция нас закрыла вместе с США. Но здесь мы продолжаем, и я думаю, надо вот сюда тоже будет высадиться. Давайте посмотрим, можем интерес поставить? Да, мы можем. Кайф. И куда мы еще хотели бы пройти? В Индокитай, 100%, но, наверное, не прямо сейчас. Поэтому давайте поставим на Южную Африку. И вот захватим себе новых колоний. А вот и война с Конго. Никто за них не заступился. Прекрасно. А, у нас адмирал умер. Ну, поставим нового. Да. И сразу его лапнем, чтобы большим флотом командовал. Поехали в выездку в Конго. И начнем мы, возможно, отсюда тоже колонизировать. Как бы говоря, уже можем, да. Но я хотел бы, наверное, чтобы вот эти колонии у нас добились. Потому что у нас колониальный рост немного ограничен. Нашим населением, да. Возможно, возможно, нам стоит включить какие-то стриты, чтобы у нас включенное население стало побольше. Но вот я насчет этого не уверен. Но в целом было бы полезно. Было бы полезно. Так что давайте, да, хотя бы что-то подключим. Вот хотя бы так. Сколько это будет занимать? 20 лет. Ну, как раз к тому моменту, когда мы тихие под исследуем с нашим образованным текущим населением. А вот мы тут и посадили потрошителя, который у нас возникал. Получились плюс авторитет. Приятно. И вот эта вся весна у народа все продолжается. Она произошла из-за того, что у меня слишком радикалов было в один момент много, да. И, наверное, стоит просто принять ее. Потому что от революционеров мы не избавимся. У нас уже 5 из 8 революционеров. Поэтому давайте-ка поставим себе, пожалуй, наверное, президентскую республику, да. Поехали. И, кстати говоря, смотрите, кто уже вышел в Великие Державы. А это мы. И за счет этого мы сейчас можем поставить себе побольше интересов. А нам не хватает опиума. Кроме того, его можно было бы неплохо экспортировать. Поэтому поедем мы куда-нибудь сюда в поисках фермера опиума. Скорее всего, вот сюда мы заедем. Потом, возможно, и в Персию. В Персии сейчас более-менее большая армия. Ну, как, по сравнению с тем, что мы сейчас, да, завоевываем. Так что сначала хотелось бы иметь здесь плацдарм, чтобы не иметь еще и дебаф за выставку. Ну, технологии мы так уже неплохо по промышленности продвинулись. Я бы, думаю, подумал, что нам электричество можно уже добавить, да, в наше здание. Поэтому давайте его подисследуем. Потом можно остальные вагоны перейти и вот здесь вот электричество подключить нам. В принципе, мы достаточно хорошо качаем техи. Так что я думаю, мы по промышленности, по крайней мере, по качеству впереди. В общем-то, ВВП, потому что население у нас уже пятый. Забавно, что и Великобритания, он третий все еще. Британия неплохо так развивается, как можете видеть, да, Ишки намного продуктивнее. Гига-Австрия объединилась вот так вот из-за того, что Пруссия все еще имеет кучу территорий, я так понимаю, потому что она была до Великой Державы. Она не присоединилась и Гига-Германия не получилась. Получилась Гига-Австрия, что тоже немножко напрягает, потому что, ну, она большая. Но у нас есть Гига-Франция как союзник, так что я доволен и этим. Говорят, там в Америке гражданская война происходит, параллельно с Мексикой еще они воюют. Причем реально это параллельно. Ну, я не то чтобы расстроен этим. Пускай наши соперники идут вниз. Да, вот я так полагаю, что Америка, в принципе, была более-менее нормальной по экономике. И мы уже на седьмом месте, и скоро догоним Россию. И тут уже остались только прям такие реально кабанчики на темпе, которых мы тоже, я думаю, обгоним. А вот наша следующая полаганальная война, собственно говоря. Это будет захват Амана, всех его территорий, плюс захват вот этого вот мелкого минорчика Махры. Так что мы еще подрасширимся и начнем сейчас колонизировать вот отсюда. Кроме того, у нас конга, которую мы только что захватили, восстала. Там, видимо, радикалов было много, что поделать. Да, ничего, но просто подавим их обратно. Благо, лоялистов тоже очень много, собственно говоря. Строим мы здесь пока такую легкую промышленность. Нам нужно какие-то потребности населения закрывать. Верчатку пока я не достраиваю, потому что мне бы вот это исследовать. Но перед этим, опять же, я хочу электричество уже начать ставить. А так, я думаю, мы сейчас что будем подстраивать? Вот какие-то такие вот ресурсы в колониях. Чай, вот видите, у меня табак, красители, вот это все нужно. Какой-то жесткий минус у меня по перевозкам стал. Значит, надо нам что сделать? Вот откуда-то их убрать. Вот так вот желательно, да? И чуть-чуть освободить. Ну и вот, можно удобрения поставить получше. Вместе с тем, чтобы здесь поставить тоже улучшенные удобрения. И уже переключить, наконец-таки, на публичную компанию эти заводы. Давайте посмотрим, к чему это приведет. Что у нас по удобрениям. Они все еще на нормальной стоимости. Так что можно сказать, что этот апгрейд был очень, очень вовремя. И да, нам осталось только динамит. Все это апгрейд, но все тогда мы подстроим побольше химических заводов. Но будем посмотреть тоже, когда у нас будет этот уровень, а не предыдущий. Плюс мы в один момент, я думаю, дойдем до электролиза. А это, кстати говоря, очень скоро. Поэтому тоже надо не спешить с тем, чтобы застраиваться на плохой техе. О, вот это прекрасный ивент. О том, чтобы убить нашего короля. Да. Наверное, не будем так делать. Все-таки минус 10 это многовато. А вот плюс 15 пускай будет. Но я тут заметил, что у нас немного осталось до цивилизаторской миссии. И у нас сейчас действует скидка от интеллигентов. Да. Так что мы как раз-таки доисследуем эту теху. И можем подложиться в малярию. Но, наверное, прямо сейчас нет. Давайте-ка доделаем уже электричество. Потом нам бы сооружение с остальными рамами, да, перейти уже на высокотехнологичные постройки. И потом уже можно, наверное, влаживаться будет. Здесь мы все добили. Отправляем эту армию вот сюда. А здесь наша выставка успешно совершается. И мы сейчас будем пробиваться дальше к Аману. Так, получили мы электричество. Давайте сразу начнем его застраивать. Смотрим, сколько нам нужно. Нам вот сюда нужно, да, 400. Сюда нужно еще 100. И вот сюда нужно еще 700. То есть все получается 1200. Это, да. Можно чуточку побольше сделать. Так что ищем, куда мы тут можем поставить. К сожалению, в Идерландах у нас уже нигде нету свободного населения, да. Так что будет у нас мега-гига-электростанция на Озонских островах. Ну а че? И вот Аман сдался. Прекрасно, мы получили много новых колоний. Здесь не так уж и много населения, да. Но, тем не менее, из-за этого мы тоже извлечем пользу. Фабрики я бы здесь все-таки подзакрыл. Но вот сырье я бы здесь производил. Причем не рыбу, да. А давайте, конечно, что-то более редкое. Можно казарму снести, нам она здесь не нужна. Вот здесь примерно точно так же добавим. А, но здесь нету прям редких каких-то ресурсов. Поэтому вот так вот добавим и нормально. И здесь вот так, наверное, да. Вот так. Только, наверное, вот так. Окей, с этим готово. Сейчас закончится тут гражданская война и будем колонизировать куда-то дальше. Причем у нас еще появились вот здесь вот точки входа в Африку. Значит, мы их, конечно же, будем использовать. А здесь пока мы тоже можем типа войти. Но здесь тяжелая малярия. Значит, колонизировать мы там будем очень медленно. А учитывая то, что у нас колонизация не сильно большая из-за нашего колониального роста. Вот этого, да. Из-за нашего населения. Так что и не стоит наши ресурсы рассрачивать зря. А вот и наша президентская республика подъехала. И у нас, я так понимаю, да, сменился флаг. Ну, и теперь должна весна народов закончиться, да? А, нет, мы должны быть в мире. Ну, после мира закончится. Нам предлагают все эти условия. Принимаем, конечно же. И да, весна народов закончилась. Легитимность, либо лояльность 10%. Берем лояльность, конечно. Легитимность пыль. У нас так сотка. И теперь можно подумать, что мы хотим. Мы можем, кстати говоря, почти сразу же откатиться обратно. И вряд ли нам сильно будут мешать. Но давайте займемся какими-то полезными вещами. Типа налогов, наверное, да? Но давайте сначала регулируем еще органы. Нам потому что население нужно поднимать срочно. У нас прирост, конечно, уже 1%. Да, медицина здесь слаживается. Но медицина все во второго уровня. Миграция тоже есть. Но миграция все еще ограничена. У нас все еще как национальное превосходство. Так что давайте регулирующие органы сделаем. А потом посмотрим. Скорее всего, мы хотели бы запретить детский труд и образование повысить. Для этого нужно права человека. Ну, скорее всего, в них и пойдем. Потом посмотрим. А хотите очередной мем? Конго, которая от меня отделилась, тоже имела колонии. Точнее, имела политику о колониях, да? И благодаря этому она взяла и заколонизировала здесь провинции. И таким образом, когда мы ее захватили, мы не получили эти территории. И конголейское восстание выжило. Забавно, невероятно забавно. Нормально ли это? Абсолютно ненормально. Но колонизировать пока что здесь ничего не хочется. Пока здесь малярия, верно? Надеюсь, она тоже. Ну да. Ну хотя бы здесь мы неплохо так пробиваемся. И мы тут сейчас невероятно схитрили. Как схитрили? Мы позвали в Францию. Франция захотела присоединиться к войне за открытие рынка Массины. Я просто хочу восточной Мали. Вот. Но так у меня границы бы с ней не было. Плюс еще Либерия сюда вошла. Что прекрасно. Либерия так сама по себе. Продокторат США. Но поэтому я не мог их захватить. А теперь могу. Потому что они сами зашли против меня в войну. Прекрасно? Абсолютно прекрасно. Добавилось это все в Ашанти. Добавилось это после того, как Франция вступилась за открытие рынка Массины. Добавилось это восточной Мали. И получу сейчас эти все территории. Я считаю, это абсолютная победа. Нидерландская дипломатия. Проклон здесь плохой ивент. Так что это отменяем. И пробуем что-то другое поставить. Здесь нам ничего не нужно. Детский труд я бы полностью сразу отменял. Давайте налоги попробуем пробить. И вот мы исследовали новые постройки. Теперь нам нужна будет куча стали. Куча стекла. Вот этого всего. Давайте права человека пойдем, чтобы образование докачать до максимума. И, собственно говоря, будем сейчас после перехода на электричество, мы будем переходить на остальные рамы. Но на самом деле где-то уже остальные рамы можно было бы и поменять. Да, вот как-то вот так, допустим. Я думаю, мы от этого еще не умрем. Можно торговлю тоже еще немножко переделать. А взрывчатки кучу не хватает. Вот что нам нужно. Давайте ее импортировать везде, где сможем. Ну да, так в целом более-менее. Да, со скрежетом много чего сейчас не хватает, но с этим можно жить. Просто посмотрите на храбрость этого солдата. Он против 90... ну ладно, 1000 солдат, да? Они против 90 тысяч европейцев сражаются. А здесь 6 против 174. Ладно, 21. Они, видимо, уже успели потерять все количество по пути. Какие же они храбрецы. Жаль, что храбростью войну одной не выиграть. И пока французы хватают для нас здесь территорию, мы высаживаемся в Либерию. И заберем сейчас эти территории. Я считаю, что мы просто полностью переиграли в этом моменте американцев. Американцы, кстати говоря, из вот этих гражданских войн здесь вот была КША, по-моему. Здесь еще одно что-то. Либо здесь было где-то КША. Короче говоря, слабенько у них потеря экономика. Но вот у наших союзников вполне себе такая уверенная. Да и у нас уже, на самом деле, очень даже такая солидная 6 место. И стараемся мы потихонечку догнать великие державы остальные. И вот мы захватили здесь все. И теперь у нас есть восточная мали, которую я и хотел, чтобы у нас появилась, да? Давайте здесь сразу же Д построим. Но самое главное, что здесь можно построить, это мечеть Дженны. Если кто не знает, что она делает, она дает вам 20 доступностей образования на всю страну. Просто так. Просто на всю страну. Кайф. Я считаю, нереальный кайф. Так что, дышим мы его строить, собственно говоря, это здание. А вот мы и приняли пропорциональные налоги. Отлично. Мы как раз уже почти доследовали права человека. Скоро начнем уже делать себе... Ждите. Да, все правильно. Начальное образование обязательное. В теме время попробуем опять регулирующие органы принять. Вдруг получится. У нас уже 100 миллионов. Была прям красивая цифра, ровно 100. Сейчас на сырных немножко колеблется из-за вот всяких недостатков. Нехваток, я бы сказал точнее. Давайте достроим химию на этот счет. И нам на самом деле бы просто нужно было бы апнуть вот эти уровни. Да, у нас все еще динамита на самом деле нет. Хотя он нам нужен. Это решит большую часть проблем. Но на самом деле у нас еще вот это вот тоже решит проблемы. Электролиз. Тоже вот это вот было бы неплохо. Но образование самое важное. И дженны будет строиться достаточно долго. 42 недели еще. Но импакт от этого будет огромный. Кстати говоря, здесь малярии, как я вижу, нету. Так что давайте начать колонизировать. Да. А здесь тоже нету тяжелой малярии. Так что сюда тоже колонизируем. И сюда тоже. Поехали. Плюс у нас институт уже докачался здесь. Нам бы опять-таки включить еще какие-то области. Они все будут включаться очень долго. Так что можно не бояться за образование. Но на самом деле я даже боюсь за то, что мы не успеем реально включить области. А нам это нужно ради колонизации. То есть здесь видите. Да, 7 и 9 у нас. Кстати говоря, мне казалось было бы больше. А не что? Нет, 8 и 19. Видимо здесь число... Утро было при начале колонии, да? 7 и 9. Нет, непонятно. Ну, допустим. Да, короче говоря, нашего населения не хватает, чтобы нормально колонизировать. Но свою долю Африки мы уже получили. И я думаю, получим еще больше. Собственно говоря, нам главное в малярии побыстрее выйти. Тяжелую. И будет вообще все супер. А вообще, я думаю, на этом можно сеть уже подзакончить. Мы неплохо так в Африке колонии все подзабрали. Дали себе уникальное здание. Образование сейчас будем нереально качать. Сменили. Монархию на Республику. Собственно говоря, у нас вот так вот выглядит правительство. И это, я бы сказал, идеальное правительство. У нас это абсолютная легитимность. И абсолютно все получают бафы того, что они в правительстве. Да, здесь какие-то мини-законов им не нравятся, но... Нам-то что от этого? За эти вот все группы их перекрывают. Лайлистов у нас на хорошем уровне, собственно говоря. Здесь у нас откуда? Только от завоеваний, на самом деле, растут радикалы. Так, плюс-минус. Так что у нас... Только светлое будущее впереди. Ну а с вами, ребята, был TopGay. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.